Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале. С вами Ольга Ванеева. И вначале об основных темах сегодняшнего выпуска. У нас планировано 160 человек было призвать в ряды вооруженных сил. Поэтому будем где-то по этому плану и стараться призвать на военную службу. Каннские призывники с охоткой идут служить. У клонистов стало меньше, а здоровье молодых людей лучше. Наша съемочная группа побывала на призывном пункте, где в эти дни будущие защитники Родины проходят медицинскую комиссию. Технику нужно заменять, потому что старая техника, она требует большого ремонта, больших вложений денег и проще взять нам новую технику и работать. Она дает хорошую отдачу. Племзавод «Красный маяк» обновляет технику. Накануне сельхозпредприятие приобрело несколько единиц тракторов. Зумба, так как это танцевальная фитнес-программа, естественно, она направлена на и фитнес, и танцы. Около сотни горожан приняли участие в зумба-вечеринке. Зажигательные уроки танца подготовила известный красноярский фитнес-инструктор Оксана Вознюк. И теперь обо всем подробнее. 1 апреля в России начался весенний призыв на военную службу. Официальный указ был подписан президентом страны Владимиром Путиным 31 марта. В Каннском отделении военного комиссариата уже начались плановые медицинские осмотры призывников, после которых комиссия принимает решение о годности молодых людей к службе. Подробности сообщит Татьяна Лисогор. Согласно нормативно-правовым документам Российской Федерации, в этом году, впрочем, как и в прошлом, весенний призыв стартовал 1 апреля. Эта дата для кого-то связана с юмором, но только не для юношей призывников и их родственников. По сравнению с прошлым годом, количество призывников увеличилось. Так, согласно указу президента, нынешней весной служить Родине должны отправиться 155 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. Из Красноярского края на службу в ряды вооруженных сил призовут около 3,5 тысяч молодых людей. В частности, по городу Канску у нас спланирована, значит, разнарядка уже получена, это 138 человек, из них часть судимых. Но по плану, как говорится, у нас планировано 160 человек было призвать в ряды вооруженных сил. Поэтому будем где-то по этому плану и стараться призвать на военную службу. На этом призыве решится судьба трех юношей, которые в связи с религиозными взглядами изъявили желание пройти альтернативную гражданскую службу. В военкомате замечают, если раньше большинство обращений призывников касались предоставления отсрочек или освобождения от призыва, то сейчас призывников волнуют вопросы прохождения воинской службы в конкретных видах и родах войск. Чаще всего молодые мужчины хотят служить в воздушно-десантных войсках, войсках специального назначения и морской пехоте, а также в научных и научно-производственных ротах. Отметим, у одного из призывников есть все шансы служить в президентском полку. «Подхожу, так, по телосложению, по вес, рост, не знаю, комиссию прошел, все прошел, все сказали, да, вроде как, ну, непонятно еще точно. Красноярск точно скажет, ну, конечно, рад, а что элита». «Желание, конечно, имеется. Сейчас армия престижно служить, армия поднимается. Охота, конечно, упасть в воздушно-десантные войска. Ну, как, как говорится, как все сыграет. Я одна зависит. Я как бы, что-то от меня зависит, я сделаю». «Хочу, конечно, в армию и, ну, какие войска? Морфон. «Почему?» «Ну, поплавать хочу. Мир повидать, людей повидать». «Юноши к службе готовы и физически, и морально. Зачастую родители переживают даже больше, чем сами призывники. Комитет родителей военнослужащих напоминает, сейчас солдат всегда будет на связи с домом. «Существует такая социальная программа, социальный проект «Позвони маме», где, значит, на призывном кунте ребятам дают сим-карты бесплатные, так что ребята могут звонить». Весенний призыв продлится 106 дней, вплоть до 15 июля. Первые юноши отправятся на прохождение службы уже в начале мая. 50% выпускников колледжей также будут призываться весной, другие – осенью. Татьяна Лисогор, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. К другим темам. Одна из рекламных конструкций по улице «40 лет октября» не дает покоя жителям дома 54А. Яркий свет от баннера в ночное время освещает квартиры второго этажа, создавая некомфортные условия для сна. Подробнее о проблеме расскажет Евгений Гамзюков. Осенью прошлого года в короткие сроки построена эта конструкция. За считанные дни группа работников выполнила монтаж рекламного щита. Согласовать установку с жителями никто не удосужился. На требования жильцов предоставить разрешительные документы строители ответили грубым отказом. Позже на баннере появилась яркая подсветка. Приехали, поставили эти четыре подсветки. И освещается вся квартира. Еще два столба дорогу, фонари стоят, освещают дорогу. Еще четыре вот эти подсветки. И все, квартира всю ночь, всю ночь горит. Дети пришли, внучата, и играют всю ночь. Здоровый сон – жизненная необходимость любого человека. Его отсутствие приводит к нарушениям в работе всего организма. Помимо жалоб со стороны жителей дома, баннер создает угрозы безопасности дорожного движения. Яркие картинки на пути автомобиля отвлекают водителей от дорожных знаков и пешеходов. Одной из причин ДТП, произошедшего на этом месте, стал именно рекламный щит, уверяют местные жители. Машина подъехала, я на втором этаже в окно смотрю, две машины стояли. Один подъехал, хотел вклиниться сюда, попятился об щит этот, ударился. И еще стал выезжать, эту машину стукнул сзади и уехал. А потом гаишники его выловили, который вот разбил машину. Для того, чтобы выяснить законность установки рекламного баннера, жители подали официальный запрос в администрацию Каннска, где подробно изложили свои претензии. Необходимо было определить, соответствуют ли ГОСТам и законодательным актам размещения подобных щитов вблизи жилых домов и проезжей части. В течение месяца был получен ответ, что данная конструкция установлена незаконно и подлежит демонтажу. С того времени прошло более двух месяцев, но баннер стоит на прежнем месте. Для его строительства не потребовалось никаких разрешений и согласований. А на снос необходимо подготовить специальный пакет документов и все согласовать. Ситуация парадоксальная. Евгений Гомзюков, Вячеслав Морозов, телекомпания Каннск, 5 канал. Племзавод «Красный маяк» обновляет технику. Накануне сельхозпредприятие приобрело несколько единиц тракторов. В то время, когда сельское хозяйство в целом по стране переживает не самые простые времена, в планах руководства племзавода постепенно заменить всю старую технику. Подробно расскажет Ольга Величко. Автопарк племзавода «Красный маяк» пополнился накануне пятью новенькими тракторами МТЗ-82. Трактор на селе первый помощник и труженик, а потому без обновления техники никуда. В тот же день был приобретен К-744. Тоже абсолютно новый. Технику нужно заменять, потому что старая техника, она требует большого ремонта, больших вложений денег. И проще взять нам новую технику и работать. Она дает хорошую отдачу. Каждому новенькому трактору труженики «Красного маяка» как коню в зубы заглядывают. Досконально проверяют каждую машину. Все до мелочей. Им ведь не один год вместе работать предстоит. Владимир Михайлович хоть и на пенсии уже, но тоже приехал в Канск за обновкой. Рад за молодежь, которой такая техника достанется. Ведь разница между старым трактором и новым на самом деле огромная. Блин, копаться с ним на старье. Они по 20-30 лет. Рад, конечно. Пускай работают на благо хозяйства. «Красный маяк» за последние два месяца новые техники приобрел на 110 миллионов. Это несмотря на то, что сельское хозяйство и экономика страны в целом переживают не самые простые времена. Не забывает руководство сельхозпредприятия и о людях. Зарплата красномаяковцев стабильно растет. За 2015 год у нас зарплата поднялась. Средняя зарплата для рабочего выросла на 6 тысяч. Получается среднемесячная зарплата за 2015 год. У нас вышло 26 тысяч на одного рабочего составляет. В 2016 году с января месяца снова подняли зарплату и еще плюс на 25%. Уже совсем скоро новая техника будет опробована в деле. Впереди лето. Самая горячая пора для сельских тружеников. А значит, простаивать приобретенным тракторам точно не придется. Ольга Величко, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Пришедшее в наш регион тепло пробудило зимовавших клещей. В этом году укусы пока не зарегистрированы. Однако впереди майские праздники и многие жители Каннска отправятся на дачу и на природу. Каков прогноз медиков на ближайшие месяцы? И как обезопасить себя от укусов клещей, расскажет мой коллега Евгений Комзюков. Сход снега с каннских лесов и полей активизирует энцефалитных клещей. Несмотря на то, что наша зона края отличается малочисленностью этих опасных насекомых, жителям города и района стоит все-таки предпринять меры по защите от энцефалита. Оформить страховку или сделать профилактическую прививку необходимо заранее. Сама вакцина, конечно, стоит недорого. Она вполне, так сказать, подъемная. Ну, будем говорить, что это в пределах одной тысячи общая вакцинация. Вот, и длится это на год. То есть у нас мы за магазин, в магазин один раз пойдем тратим больше тысячи, для того, чтобы приобрести какие-то продукты питания. Извините, да. Ну, а тут на весь год это, конечно, в принципе, сопоставимое. Более трехсот обращений за год в медицинские учреждения по поводу укусов клещей совершают жители города и района. Среди этих обращений лабораторно подтверждаются два-три случая энцефалита. Взрослое население часто игнорирует укусы клещей и занимается самолечением. Каннские медики просят всех граждан позаботиться о своей безопасности, так как даже в черте города никто не застрахован от укуса. Ну, о том, что клещ у нас постоянно увеличивает ареал своего распространения обитания, это так, что в прошлом году мы многократно выявляли в случае укуса в черте города, на улицах города, в лесопарковой зоне, на кладбище. При выходе на природу необходимо соблюдать стандартные правила безопасности. На вас должна быть светлая однотонная одежда с застежками, брюки, заправленные в сапоги. Необходимо перекрыть любой доступ лесного паразита к телу и осматривать себя каждые 10-15 минут. Евгений Гамзюков, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. В минувшую пятницу весь личный состав Каннской госавтоинспекции принял участие в профилактическом мероприятии «Нетрезвый водитель», направленном на повышение безопасности участников дорожного движения и предотвращение ДТП, в том числе и с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка организовали массовые проверки на трезвость в районе аварийно опасных участков улицы Дорог. Автоинспекторы останавливали каждый проезжающий автомобиль и при наличии оснований предлагали водителям пройти тест на предмет употребления алкоголя. Ни для кого не секрет, что на настоящее время сотрудниками госавтоинспекции также задерживается очень много нетрезвых водителей, несмотря на то, что усилена ответственность за данное правонарушение, как административное, так и уголовное установлено. В ходе мероприятия сотрудниками госавтоинспекции были проведены массовые проверки водителей на состояние опьянения как на территории города Каннска, на центральных улицах, так и на территории сельских поселений. За время проведения мероприятия были задержаны семь водителей, севших за руль в состоянии опьянения. Вместе с полицейскими в профилактическом рейде приняли участие дружинники добровольной дорожной дружины, с помощью которых стражи порядка выявили более 70 грубых нарушений правил дорожного движения, допущенных автомобилистами. Были задержаны пять жителей Каннска и Каннского района, управлявших транспортом, не имея права управления, четыре водителя, нарушивших правила перевозки детей, и семь автомобилистов, проехавших на запрещающий сигнал светофора. Госавтоинспекция обращается к водителям о том, что правила дорожного движения необходимо соблюдать и быть особенно внимательными в настоящее время в связи с окончанием школьных каникул в образовательных учреждениях, соблюдать безопасный скоростной режим, соблюдать правила дорожного движения при проезде пешеходных переходов, перекрестках, а также вблизи образовательных учреждений. Профилактические рейды с участием сотрудников госавтоинспекции и добровольной дорожной дружины планируется сделать регулярными. Тем более, что первые положительные результаты совместной работы уже есть. Ольга Величко, Александр Минеев и Александр Шумилин. Телекомпания «Канск», 5 канал. Смотрите выпуски новостей после короткой рекламы. Жители Каннска на день окунулись в латиноамериканские ритмы зумбы. 12 женских коллективов приняли участие в чемпионате по волейболу. В каких числах месяца нам стоит ожидать 25-градусную жару? Об этом и другом подробнее через пару минут. Не переключайтесь. Вы достойны ее. Роскошная и элегантная обувь от известного кутерье Пьер Карден подчеркнет ваш уникальный стиль класса люкс. Эксклюзивно в магазинах «Кари». Компания «Премьера» представляет. Невероятный Максим Аверин в моноспектакле «Все начинается с любви». 8 апреля. Городской дворец культуры. 18+. Звезды продаж в РБТ.РУ по специальным интернет-ценам. Например, стиральная машина «Бош» с загрузкой до 5 килограммов по интернет-цене. 21 990 рублей. РБТ.РУ Телекомпания «Канск. Пятый канал». Управление образования города Канска. Группа компаний «Орион Телеком» представляют конкурс «Выпускник-2016. Общественное признание». 11 участников и только одного зрители назовут лучшим выпускником Канска. Кто будет бороться за победу? Смотрите каждый четверг в новостях на пятом канале. Следите за событиями на нашем сайте 5канал.нфо. Выпускник-2016. Общественное признание. Генеральный партнер проекта группа компаний «Орион Телеком». Подрастет Анечка? Подумаем о Славике. Вырастет Славик? Работать пойду. Возьмем ипотеку и квартиру побольше купим. А нам Петенька с ипотекой помог. Капитальчик ты мой пухленький. Материнский капитал растет с каждым годом. Направьте его на улучшение жилищных условий, образование детей или пенсию мамы. Обращайтесь в Пенсионный фонд по месту жительства. Пенсионный фонд России. Вова, нам срочно нужен Славик. На работе отпросись. Дело государственной важности. Вы смотрите новости. Мы продолжаем выпуск. Зумба-вечеринка от одного из лучших инструкторов Красноярска состоялась в торгово-развлекательном центре «Порт Артур». Оксана Вознюк просто взорвала зал своей нереальной энергетикой, передав этот заряд и жителям Каннска. Зумба в Канске набирает обороты. Если первые занятия необычного направления танца и фитнеса были не слишком многолюдны, то теперь еще вчерашние зрители стали активными участниками вечеринки. На импровизированном танцполе встретились и 10-летние малышки, и взрослые дамы. Мне нравится. Настолько это все суперклассно вообще. Я стеснялась, думала, что я вот здесь самая взрослая оказалась женщиной впереди меня. Все зажигают, все классно вообще. Так жарко, три танца и все. Воды, воды хочется. Очень здорово. Я так благодарна организаторам за то, что такое в Канске происходит еще и бесплатно. Подобные вечеринки в выходные дни в «Порт Артуре» становятся традиционными. При поддержке депутата Артура Макартычана и инициативной молодежи Канска горожанам теперь доступны направления, о которых они ранее и не слышали. Бразийская капуэйра, китайские бои венчун, мастер-классы по йоге и латиноамериканская зумба. Я думаю, мероприятие получилось. Участников много. Атмосфера благоприятная, позитивная. Энергетика прет. Раз в месяц стараемся приглашать тренеров, и они проводят свои мастер-классы. В дальнейшем будем также радовать жителей нашего города. Фитнес-инструктор Оксана Вознюк, которая колесит по всему краю с мастер-классами по зумбе, отмечает, что популярная и современная программа учит двигаться под зажигательные ритмы латиноамериканских мелодий, дает ощутимую нагрузку на все группы мышц и дарит отличное настроение. Зумба, так как это танцевальная фитнес-программа, естественно, она направлена на и фитнес, и танцы. То есть это, можно сказать, вечеринка, это, можно сказать, фитнес-программа, то есть микс фитнеса и танцев. Вот, в этой программе теряется очень много калорий, вот что немаловажно. Но самая главная фишка, это, конечно же, то, что люди получают невероятный заряд эмоций. В ближайшие выходные горожан ждет новый подарок от организаторов. 10 апреля в 12 часов возле порта Артура пройдет мероприятие под названием «Канск на здоровой волне». На уличную зарядку от именитого инструктора приглашаются все желающие. Ольга Ванеева, Сергей Молчанов, телекомпания «Канск», 5 канал. Новости спорта. В минувшие выходные двумя матчами завершился чемпионат Канска по волейболу среди женских команд. Примечательно, что городские соревнования возобновились после почти пятилетнего перерыва, а участие в них приняли 12 коллективов из Канской и соседних районов. Результаты последних игр и итоговый медальный расклад у Васлова Малицкого. Сам факт возобновления волейбольных турниров с участием прекрасного пола для Канска уже является знаковым событием. Матчи между женскими коллективами болельщики не видели почти пять лет. В нынешнем сезоне уже проведены кубок города и чемпионат. Удалось собрать как уже опытных игроков, так и привлечь перспективную молодежь, студентов и учащихся. Установили чемпионат, решили по просьбе женщин. Новые команды у нас «Олимп», команда «Абан». Молодые команды, которые прогрессируют и в следующем составят конкуренцию нашим командам. Финальную четверку составили все же команды с серьезным игровым опытом. Третье место оспаривали в игре между собой гости из Дзержинска и победители Кубка города, команда «Гор Тепло». Мотивация у каннских девушек была на должном уровне. После досадного поражения от сборной ТЦ команды «Солянки», «Гор Тепло» не желало упустить шанс заполучить бронзу соревнований. Мы проиграли две игры, поэтому как бы не хотелось уже в грязь лицом упасть, поэтому старались выиграть, чтобы занять третье место. Уверенности как бы не было, но мы хотели победить, старались. Все для этого сделать, ну как бы получилось. Счет по партиям матча за третье место 2-0 в пользу каннских волейболисток. В честь нашего города в финале в противостоянии с девушками из Иландска отстаивала еще одна каннская команда. ТЭЦ – достаточно неожиданно одолевшая в полуфинале фавориток чемпионата команду «Гор Тепло». Еще на разминке было заметно, что наши землячки готовятся дать бой соперницам. У меня всегда уверенность в своей команде и в своих силах. И ощущения боевые, настрой боевой. Мы хотим играть, мы хотим победить. И мы будем делать все, что в наших силах для того, чтобы вырвать эту победу у команды Иландска. К сожалению, исход матча решает не только уверенность в своих силах. Гости из Иландска оказались удачливее и точнее в реализации своих моментов. Это касается и нападения, и игры в обороне. Как итог 2-0 в пользу Иландска. Чемпионский титул уезжает за несколько километров от Канска. Теперь вся наша надежда на реванш в следующем сезоне. Вацлав Малицкий, Сергей Молчанов, Пятый канал. Синоптики обещают жителям Канска теплый, но дождливый апрель. Преобладающими температурами воздуха в этом месяце будут плюс 3, плюс 8 градусов днем и плюс 1, минус 4 ночью. Если первые деньки месяца побаловали нас теплом и ясным небом, то по прогнозам синоптиков погода испортится уже в ближайшее время. В начале недели у нас ожидается мокрый снег, температура ночью ожидается в пределах минус 1, плюс 4, а днем плюс 1, плюс 6. В середине недели ночью понижение температур до минус 3, минус 8, а днем потеплее плюс 6, плюс 11. И в конце недели у нас ожидается также мокрый снег, но температуры достаточно высокие, днем плюс 5, плюс 10, а ночью плюс 1, минус 4. Что касается месяца в целом, то в первую и вторую декаду апреля синоптики обещают мокрый снег практически во все дни. Вместе с понижением температуры до минус 14 градусов ночью и до минус 7 в светлое время суток. Однако порадуют жители Канска третья декада апреля. В 20-х числах воздух прогреется до плюс 20-25 градусов днем и до плюс 10 ночью. В отдельные дни не обойдется без дождя. При этом сильного ветра синоптики не обещают. В начале и середине месяца ветер будет слабый, а к концу месяца во время потепления он может усилиться. Более подробный прогноз погоды на вторник и рубрика «Полезно знать» завершат наш сегодняшний выпуск. А я же прощаюсь с вами и напоминаю, что своими новостями вы можете делиться с нами по телефону 2-35-65. А узнавать о происходящем не только в городе, а также в крае стране можно на нашем сайте www.5kanal.info. Не забывайте, заходите на наши странички в социальных сетях. С вами была Ольга Ванеева. Всего доброго и до встречи. Долгая зима заставляет северянок с особым трепетом ждать времени, когда можно наконец-то будет надеть легкое и удобное пальто. Весна, несомненно, станет ярче и уютнее с новой демисезонной коллекцией от Кировской меховой компании «Королевская зима». Натуральные ткани. Только шерстяные и полушерстяные волокна. Разнообразие кроя и цветовой гаммы. Куртки, накидки, плащи. Размеры 42-го от 66-й. Не забыты и меха. Вот, например, популярный сегодня меховой пейджворк «Понча» изнутри. Среди фарсонов в фаворе модели с укороченным рукавом. Такие можно носить с длинными перчатками. Енот, мутон, норка. Только в апреле Кировская меховая компания «Королевская зима» дает уникальную возможность купить меховое изделие с хорошей скидкой. На всю коллекцию шуб действует скидка до 50%. А при покупке пальто – дополнительная скидка на шубку. Кировская меховая компания в Канске только 5 и 6 апреля. В ГДК на Ленина 10. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. И сегодня я расскажу вам о погоде и не только. 1 апрельский вторник 2016-го не отмечен в календарях никакими праздниками. Однако 5 апреля, но только в разные годы, произошло множество событий, попавших на страницы учебников истории. Например, в 1242 году в этот день состоялось знаменитое ледовое побоище. В 1722-м был открыт остров Пасхи, а 5 апреля 1896 года в Афинах начались первые современные Олимпийские игры. Спонсор прогноза погоды – торговая сеть возле дома и магазина «Булочная». Столовые батоны, нарезки в удобной упаковке, с низким содержанием жиров, хороши для сытных бутербродов и для постных вегетарианских перекусов, для тостов и аппетитной хлебной тарелки, с таким весом изделий, что после семейной трапезы и ломтика не останется. В павильонах торговой сети возле дома и магазинах «Булочная» на «Эдиманы-22» и «40 лет октября-52». 5 апреля малооблачно, небольшой дождь, ветер западный 4,7 метра в секунду, атмосферное давление 741 миллиметра ртутного столба, температура ночью 0 плюс 3, днем плюс 3, плюс 6. С вами была Татьяна Горань, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова